Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, я здесь, ребят. Так, Индион, руина Индиона, первая карта. Продолжение следует... Можете голосовать. Продолжение следует... Ну что, ждем теперь только Блая. Задержка выставлена полторы минуты. Она будет больше всего ничего не будет сегодня стримить, потому что болен я. Самочувствие так себе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, поехали. Первая игра Блай против Вердус. Шоу-матч есть. Шоу-матч есть в описании. Так что... Можете заходить, смотреть... Погнали, наконец-таки. Бо-7 у нас первая карта. Ну как из игры приятнее всегда намного стримить. Будешь сегодня... Сегодняшние китайские вот эти мероприятия все нелепые. Погнали. Через гейт Вердус играет. Заходите все скорее сюда. Сейчас я и твич добавлю, на тимликвиде проверю. На тимликвиде все нормально. И твич тоже работает. Замечательно все. Все, технические моменты устранены. Все можно дальше здесь смотреть. Третью хату Блай собирает заказать и заказывать. Третью хату Вердус это видит сейчас. Начинаем добывать газ. У Стрэнджа интервью не брал. Когда же я возьму его у Стрэнджа? Ну я думаю, он уже вернулся, конечно. Но другой вопрос, что... Я занят. Плюс я вчера что-то заболел. Причем не слабо даже под вопросом мое поездка в Москву завтрашнее. Если будет как сейчас в данный момент, например, в самочувствии, то это просто печально будет так ехать. Но я надеюсь, что все будет гораздо лучше. Так, Робо Увердус пошло. Здесь у нас с Блайлингами бегает как-то поверх. Может он хочет подбрызть камни? Нет, он ничего. Он просто хотел оббежать. Он думал, что Адепт вот здесь вот пойдет. И он поверх его оббегал. Ну, Вердус оставил Адепта дома. Прошу прощения, буду смаркаться. А что со звуком? Все со звуком в порядке. Все со звуком. Если что-то не так, отпишите. Должно быть все хорошо со звуком, я вам так скажу. Так, забегает. Попытается не забезать, ничего не... Так, что за баня ТЛО? Ну, я могу стримить как бы, но сегодня другое. Я вообще не видел про комстори, что там будет это все дело. В комстори я финально буду стримить, в принципе, я думаю. Так, а видел Блай Роба? Да, он ее увидит. В принципе, даже в прямом эфире Овером. И кажется, какой-то пошел выход от Вердусы интересный. На Адептах. Адепта сейчас с Аморталом вся вперед. Здесь у нас, так, интересное здание Роба Бэй пошел. При этом Блай не делает с этим Овером. Блай делает интересное вот такое вот здание. К чему это все приведет, пока абсолютно непонятно. Внутром Стрэндж стримил. Ну, молодец, что продолжает играть. Что я могу сказать здесь? Правильно сделал, что стримил. Здесь Адепт приходит на третью базу. Отступает. Домой надо и люди почаще выпускать. Адептов вот так вот терять на ровном. Так. Ну, прикрыл Оверча же. Молодец своего юнита Вердус сейчас. Это время призма прилетает. Харасить мы. Ну, Блай ждет прям тремя королевами эту призму. Это очень неприятная встреча для Вердуса. Здесь Оверами крип разлил и крип тумор поставил. Вообще все хорошо. Здесь везде крип есть фактически. Обрывки его. Ну, так. Вердус пролетает. Шпиль спалил, кстати. Молодец. Два Стргитарьеска сейчас добавляет. Что, безусловно, может зарешать. Так. Зелков кидает. Адепты с Эморталом улетели. А Зелки здесь погибли, бедняги. Все, отлично, Сазулку. Ну и хорошо. Одного муталиска есть тут. А, не, погодите. Уже 7 есть и плюс еще 1 вылет. Тип 8 муталисков отвлекся на чат и пропустил момент вылета мутки. А сейчас только что полиамид овердос не уступает Блая. Практически добавляются сталкера. Сейчас два феникса будут готовы. Здесь пытается мутка залететь. Без шансов. Нужно сместиться на мейн с сталкерами. И прикрыть мейн. Соответственно, сейчас еще плюс 2 феникса будут заказаны. Так, фениксов Блая прекрасно видит сейчас. Ну да, вердос законтролился что-то. Переконтролил сам себя. Увидел красную мутку. Сагрился, решил добить. Но в итоге отдал фениксу. У другого ХП 36 осталось. Мутку не добил. Как одна та погибла, так и все. Остальные отрегенятся, естественно. Плюс еще фениксы Роб заказаны. Надеюсь, Блай камни везде грызет, чтобы начинать уже забегание в перспективе по всем направлениям. А что сталкеры у нас будут выходить? Вердос там убивать оверов или нет? Ну, муталиски уже в этом количестве бесполезны. Почему? Потому что у вердоса 5 муталисков. 5 фениксов, прости, 8 муталисков бесполезны. Вот один подлетает и сразу же минус 1. А у феникса только поля пропали. Ну, Блая тем временем 1 из гидрала заказана. Ну, у вердоса есть робо-бэй, который дает возможность ему уже прямо сейчас начать строительство дестабилизаторов. Так, здесь кривоватый контроль от вердоса. Но Блай решил пожадничать, забрать ни одного феникса по парочку, поэтому теряет в итоге... Не теряет, точнее, вердоса ничего. Здесь у нас линк на силу ноги есть. Вердос двигается вперёд. 127-129 по лимиту. Нексус будет. Похоже, что будет и пуш, и Нексус в перспективе. Но как одновременно это может быть, я не знаю. Много зелков действительно здесь, но они без скорости. Вот в чём проблема очень серьёзно заключается. Они без скорости движения. Дестабилизаторов пока в миксе здесь нету. Выбивают вердос. Клифтумары все здесь в центре. Зелки поход. Может, зелков потерять. Аккуратнее нужно быть сталкерами. Нужно помочь. Иморклам обязательно нужду. Не только эти камни убивать, а ещё и эти. В это время контр-залёт муточки сейчас на мейн к вердосу. Хорошо Блай отвлёк внимание верди. Сейчас на несколько секунд. Но это замедляет пуш. Ну, тут Нексус заказан уже, и можно нагонять понемножечку. Боевой лимит такой же, но... Парабам на двадцатку остаёт. Тут уже Люркер Дэн автоматом пошёл, понимает, что тут надо свитч делать. Гидрас плюс один против Негрейжной армии Протса. Без блинка. Без чаржа зелкам. А зелков гигантское количество. Без достаточного количества форс, филдов, гвардиан, шилда. А вот, смотри, добавляют додос. Это очень опасная такая тема будет. И Блай как раз начинает пушить гидрой гидробейлингер. И линги здесь у нас. Правда, без когтя на бейнов. Ну, в принципе, в замесе... Это против рабов эффективно очень. В замесе тоже пользу даёт, но... И так будет работать. Но то, что губобейлингом нет, это печально, конечно. Пробивается Блай, а Вердус сам около Блая находится. Посмотрите. Сминают вторые камни. Не видеть, что Блай отсутствует. Здесь ещё вот тянул, тянул. В итоге непонятная ситуация. Так, здесь есть бейнов. Залп по бейлингам от дестабилизатора. Филды пошли сейчас. Филды неплохие. В принципе, ещё один дестабилизатор. Приходит. Здесь один бейлинг, смотрите, зажался. Надо добить беднягу. Добивает Вердус. Беднягу второй дестабилизатор. Приходит. Люра от Блая. Поздняя, кстати. Люра очень такая, я вот сказал. Ну, в молоко залп. Не надо так стрелять. Это кривой выстрел. Здесь три люркера от Блая приходят. Смотрите. Забегание к Вердусу идёт. А люркеры не могут вот здесь пройти. Неужели они такие жирные, что и, может быть, проходят? А они нет. Я даже не могу вам сказать точно. Так, третью базу Блая напрягает люркером. Могут они пройти? Чё сразу-то не проходил, не пойму. Пять пробок минус. Здесь Вердус стоит около Блая. Очень опасно. Четвёртый некуда стоит при этом всём. Так, здесь залп. Вот науки Дралицка нелепый какой-то залп пошёл. Блай можно сюда прийти в размен. Сейчас вообще убить Вердоса. Последнюю секунду жизни Фатонки поднимается люркер Вердосом сейчас. Если не поднял, то он бы оказался невидимым через какую-то долю секунды. Здесь забегание от Блая идёт. Вердос ничего нет, не контролит. Вынужден возвращаться. Похоже на 1-0 пользу Блая. Хотя... Ой, как сейчас могло зайти, но Блай покуснул. Покуснул Блай. Здесь стабилизатор. Желось идёт вперёд. Надеюсь, Лура с разных сторон. Адобегает. 1-0. Так, нашествие. Вторая карта. Так, нашествие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, секундочку, ребят Все, я здесь, ребят Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят Игра Блай против Верди 1-0 Блай ведет Прошло время ВЦС, нужно забыть про провал, который СНГ ожидал там Вот Ну, конечно К Стрэнджу претензий меньше всего Точнее, их и нет, собственно говоря Петензий к судейству Куда там А вот в Лайвске и причем есть претензий Добавил субтитры сделал DimaTorzok Так. Провочка приезжает. Проверяет. Не оказывается влая на ближних респах таких. Оказывается влая на ближних по воздуху. У него 17-я хата Газпул. Мув заказан. И третья. Уже после готовности пула. Погодите. Нет. До готовности пула. Третья была заказана. Как раз уже пула почти был готов. Плая третью заказана. Поэтому только одну королеву он делает. Это особенность билда. Два овера заказаны. Почему именно два? Не знаю почему именно два. Здесь по билду как-то один вроде по идее должен быть заказан. Былай про запас. Делает сейчас. Если призовые залиты с аккаунта Верди на данный шоу матч, не значит что он их там в Макдональдсе гамбургеры продавал или на стройке кирпичи носил на верхней этаже или же там вагоны разгружал. Вот это значит что кто-то просто ему дал. Может быть Герыч, может быть еще кто-то. Наверняка. Может я и не прав конечно Эвердос. Потом и кровью решил поднять Старкрафт с колен. Плюс свой скилл. Хотя одно другому не мешает. По сути дела одного Линго тут минус 0. Овердос Блайя убегает. Стенка какая-то странная. Здесь стенка ближняя к Нексусу. Очень такая близка. И Stargate пошел. Дал пару концертов. Может быть да, может играл. Так, проверяю Линги все-все-все. Блайя проверяет скип Рокси. Рокси не обнаруживает. И Овером разведывал. Сейчас Овер еле-еле улетел на 8 хп. Один выстрел еще не хватило сделать Пердосу. Ну тут судя по велдовердос через Stargate выходит третий Нексус. Так, Репту Морами Блайя соединяет вторую и третью. Вот сюда нужно еще запустить. Как раз и здесь, и здесь. Все вот так вот соединится. Ну, Оракул летит куда? Оракул летит к третьей базе Блайя, насколько я вижу, где еще не готова Спорка. И Севердос будет быстр, как Ма... Как то. Как кто-то. Как Верди на фортепиано. Так же. Ты успей туда прилететь. Ну нифига что-то. Не настолько быстро. Или на чем-то. На чем-то, короче. Фу. Пилончик от Вердос. Третью собирается ставить не ближнюю Глазь здесь, а вот где. И Нексус пошел, да. Здесь мимо что-то юниты проходят все. Блайя приводит Лингов к третьему сейчас Нексусу Вердосу. Пытается его отменить. И, кстати, вполне возможно даже успеет отменить. Потому что что-то здесь... Хотя не адепты появляются новенькие. И Лингов очень быстро начинают падать. Три штучки. Три адепты их отбивают. Вердос что? Ревелэйшна тут на крипту мара кидает? Ну это совсем уже перебор. Королев очень много угла. Вердос два филда ставит. Заходит наверх. Здесь порох очень много. Нужно поаккуратнее. Небудь что, два филда пошла. Нужно тпшечку делать сейчас. Но Вердос предпочитает подраться с лингами. Заяц с Н3 отдает двух. Плюс адепт уже один погиб. Но Лингов много, кстати, гибнет. И телепорт пошел домой от Вердоса. Еле-еле телепортнулся. Три пробки. Три дрона убил два. Плюс на Лингов разменялся. Но по Лингов плюс все оказывается. Сейчас же самое интересное. Второй кухонь Углая. Гидри Рейндж с мувом одновременно заказан. Испайр пошел. И четвертая Углая уже есть. Самое интересное. Другие как у Вердоса лимита много. Но Углая технология и инициатива как-то углая. Здесь такое ощущение у меня складывается. Все-таки. Потому что Вердос стоит на месте. Сейчас он копиться будет. Хотя здесь Фениксы уже есть. Спрошу прощения? Блин. Жесть. Как я проеду завтра? Блин. Ну если так буду себя чувствовать, походу я никуда не уеду. Это мучение лишнее. Ну, еще время есть до завтра. Блай начинает дропать бейнов. Реакция от вердоса, кстати, быстрая достаточно. 5 рабов потерял, но среагировал быстро очень даже. 5 – это не так уж много. 131-119. У Блая 7 муталисков и 7 оверов, как обычно Блая там оверов про запас строит. Крипа много на центре сейчас достаточно. Криптуморы идут вперед все. Еще одну хатку Блай собирается заказать, да. Здесь странно, что не на респе. Не знаю, почему. Гидры 16 штук заказаны, муталисков построил. Хайп так делается. Здесь Феникс есть, которую мутку просто разорвут, если она полетит там к вердосу. Где она вообще? А вот мутка на патруле. Это от призма что ли мутка какая-то просто? Похоже, что так. Так, извиняюсь за это все дело, но шоу-матч я уже вписался, заболел вчера. Вот поэтому такое дело. Спасибо всем за будь здоров. Под вечер обострение пошло. Ревелейшн на королеву еще один пошел. Блай везде плеточки-спорочки ставят для перестраховки. Гидры много. Ультралец, Кеверн, Люркерден, Грейтер, Спайр. Все это делается одновременно у Блая. БАС-5. Шестая готова, не добывается. Седьмую строит уже. Грейты с двух эволюционов без армора делаются. У Вирдоса четвертый инициз. У Вирдоса группа фениксов есть такая, не слабая. У Вирдоса 3, Мортала 3, Архона, Дестабилизаторов. Парочку. Такой интересный микс. Но против ультрала, кстати, там микс недостаточный, как по мне. Здесь очень много фотонов заказано, кстати, сейчас. Забегает Блай. Бесполезно вообще забегание данное. Смотрите, одну потомку не смог убить сейчас даже. Что самое интересное. Идет Вирдос вперед. И Блай, кстати, не очень-то готов принимать все это дело. У него... Так, Гидра, куда она все, кстати, делась-то? Нас Гидра, Лисков, Блай потерял. Да, он в том выходе, собственно, и потерял всех Гидра, Лисков. Я смотрю, что ноль прям удивился. Врываются Вейны сейчас к Вирдосу. Сплитовый Вирдос недостаточно, дестабилизаторами выстрелы хорошие такие. Пошли 4 Мортала, 3 Архона в миксе. Здесь 7 рудов Блай делает, но они как-то не успевают. У меня такое ощущение складывается. И Вирдос пошел вычищать базы Блай, а наверх сейчас... Ну вот это точно погибнет, я так думаю, база-то. А вот дальше что будет? Это уже вопрос. Так, бруды готовы. Первые три штуки. Нужно Вирдосу идти вперед. Фу, королевам залп мимо вообще. Стреляют дестабилизаторы. Вирдос уступает. Фениксов подводят. Зелков подводят. Но Брудов-то пока он чуть-чуть не видел, по-моему, сейчас еще. И не видел верхних глаз. У Блай экономики тут выше крыши осталось. У Вирдоса 4 Старгита и по 4 Грелки строятся. Вот это интересно. Уж Феникс пролетает, админусы все рабочие здесь будут. И дальше Вирдос полетел. Так, Грелки, это все, конечно, очень интересно, но Грелки должны в рейндж Гидры залетать, чтобы отбивать все это дело. Вот это может быть проблемой, на самом деле, очень большой. Хорошо, трансфюзит Гидру Блайпс. Одинский Гидралис погиб, а могло штуки 4 погибли. Здесь плетки отбиваются от Зелков. Вычищает Вирдос остатки Крипа на центре. Сколько Грелок у него? Уже 7, еще 2 струются. Сейчас 9 будет. У Блая особо нечем, кстати, их отбивать. По лимиту Блая меньше, сейчас, на самом деле. Бедняга Архон. Зажат оказывается Брудлингами, еще один залп от Бруда и минус Архон. Причем Блая видит прекрасно этот воздушный микс Вирдоса. Вирдос не делает, не продолжает делать Гриды на воздух, хотя фармор Грелка можно было бы сделать. Пятый Некус пошел ближе к Блаю, кстати говоря. Нужно как-то биться здесь. У Блая есть Вайпер и есть Зеленка, которые будут работать как на Грелке, так и на Фениксах. Вирдос сплит делает сейчас Грел от Феникса, старается. Блая идет вперед, ультралы там по земле есть. Земля под угрозой сейчас. Так, дестабилизаторы стреляют, никуда не попадают вообще. Литбикон там овердос отступает. Блая 3 Вирдосом Патроночек-5 Вирдос на новую базу. Нужно рабов сюда перевезти. Баз-то, такая стрёмная оппозиция. Думаю так Блай ближе всего до него лететь, хуже и не придумать места просто. Темписты пошли плюс два. Блай бежит куда-то к мейну или куда он бежит? Че-то Блай тоже вперед бегает. Грейды, посмотрите, три когтя, одна рейнджовая атака, а одна наута. Вообще грейды не делает просто. Так, заводят вердос зелков, дестабилизаторов. Это слип лимит, сейчас с его стороны идет. Нормально бомбануло. Дестабилизатор падает и второй упадет, тоже Блай его притягивает. Груды на него наплодили, сейчас брудлингов и они впереди гидрали, сбежали в какую-то секунду, потом погибли. Хатку устанавливает, Блай абсолютно верно, здесь уже паза кончилась. Че-то затянули сейчас, просто очень сильная игру, вердос там армаду какую-то строят непонятную. Блай туда-сюда бегает, че Блай собирается делать, пока не понимаю. Грейды не делает, ничего не делает, но если ты грейды не делаешь, значит, чем дольше сидишь, тем тебе вообще ситуация хуже будет, зербу. Сфатонок здесь надо, газ начать добывать, вердос, что он, собственно, грей делает. Четыре, на газ, рабочих, куда-то отправлено. Ну, добывает по факту два почему-то, где остальные? А, вот здесь четыре, точно, сейчас. Так, че происходит? Блай делает друг, вердос, тут фениксов успешно сливает. Вот, наконец-то направил на газ, рабочих. На двух газах, в общей сложности восемь, да. Вылетает Блай. Можно и сюда дропиться, в принципе. Понимаю, что здесь многовато фатонок, и пролетает дальше на Мэндис ценнейшее здание, которое можно выбить в данный момент. Вердосу особо нет лимита. Ну, самое ценное, это газ, закончившийся, естественно, здесь. Поэтому Блай его попустит. Прилетает грелки. Ни плитбика, ничего, в итоге, ни архива темпларов не смог подрезать. Так, здесь кто-то из 7-я каубить. Ну, и Морфу пришли. Линга просто оптали все. Все. Блай идет к базу убивать. Крестки. Она близко к нему очень находится. Я об этом уже говорил. Зря здесь Вердосу все убрал. Все, пошла атака. Грузинги неплохо танкуют. Грелки темпс возвращаются. Здесь у нас есть люра. Темпс притягивает Блай. А что Блай вердосу? Боится-то я не понимаю. Базу теряет. Ну, и четырех, в принципе, остается. И там уже две атаки воздушных. Армор первый доделывается. Поля уже не первый играет, там делается. А третий. Что самое интересное. Юру забрал на халявку. Ну, а Блай убегает. Нужно размены какие-то делать. Так, Линги сверху. Забегание от Блая пошло. Есть только два газа осталось. Здесь Лингов недостаточно, чтобы это все развалить. Блай сваливает, естественно, отсюда. Продолжает Грэдди делать. Это правильно, что Грэдди стал делать дальше. Улучшение завершено. Месторождение минералов истощено. Летает вердосу зад-перед. Девять темпств. У него грелок трен... Ой, грелок реально много. Надеюсь, темпств мягко грелок не мало. Деленка на грелок пошла. А вердос сплитит грелок. Свои. Ну, здесь тоже сплитить надо до конца, на самом деле. Иначе друг друга будет сжечь. Вердос двигается в атаку. Все будет зависеть сейчас от битвы, на самом деле. Как подерется Блай. Ну, Блай очень много брудов. Лимите вот сюда, через Аклик. Надо лететь ими базу, просто выбивать эту и все. Это лимит, который вообще вот здесь вот ничего против этого сделать не сможет даже фактически. Мимо Оракула вроде летают. Вердос их видит. Углай брудов отводит. Третья атака вообще доделалась на воздух уже. Начинают грелки брудов уродов здесь. Караптеры летят на перехват, но грейды у грелок лучше. Зеленка еще не готов. Фидбэки по вайперам пошли, это минус блайк. Это уже стопроцентный расклад. Единственный шанс было битву нормально принять. Сейчас Блай зеленку не кинул, ничего не кинул. Вердос все, просто сейчас за фидбэчил, простите, за трансвизил, хотел сказать. Грелки просто разыщут. Сейчас потеря будет вообще у Глая. Настолько гигантский, что должен жить. Видите, что грелки с тремя атаками делают с караптерами, у которых один армор. Срыгает, и шерпай моментально. Что у нас за третья карта? Прионы, терраса приона. Третья карта у нас. Поехали. Видно, Вердос умеет в воздух играть. Именно такой лайтовый, плюс шторм. Натурл Борн Киллер. Это вещи я ты не придумывай. Так, Вердос в туалет пошел. А я пока. Я понял. Так. На Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Погнали DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А, два линга убил Адеп Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не, ну в бронде, может и вкатят На самом деле нет Не в бронде не вкатят Я помню как-то в боли или в Мфотсе было с теми рабочими АТАРКами Адзерга он там 12 делал С двумя отменами газа и один раз, или пару раз И даже Владари проигрывал в такой теме Но потом понятно стало что Просто на рабочих подкопить немножечко. Роба на 3-ю овердуст. Но 108-79. Ситуация по лимиту. Блай 8 оверов делать с Коу-8-то. Кажется, Блай пушить на меня собирается. Да, так оно и есть. Еще 3 королевы заказано. Крипту меры вперед двигаются. Королеву энергию копят. Здесь фениксы полетели. Роучи выходят. Нужно реведжеров, конечно же, морфить. Весь газ, естественно, в них. А минералы все в лингов. У Вердоса первый дестабилизатор уже готов сейчас будет. Кстати, кстати, у Вердоса есть армия не слабая, между прочим. Сейчас 2-х робот дестабилизатор будет строить. Пока Блай сюда идет, тут из 3 дестабилизатора будут встречать. Тут там они дестабилизировать могут очень неплохо. Так, 10 королев. Вердос стреляет. Но 1 реведжера всего подрезает. Это явно слабый выстрел был. А вот здесь вот может быть сильный выстрел. Так, ну вот это посильнее уже с лингами. Вердос стрельнул, кстати, полеомет. Там, посмотрите, как близко. Байерболы на рампу. Вердос 2 оверчажа выставляет. Сверху бой надо принимать. Здесь 2-го роба с имморталами. У нас строительство имморталов идет. Здесь оверчажей много. Вердос еще выставляет. Сейчас КДшечка пройдет. Выстрел надо делать. Вердос видит, что надо выстрел делать. Выстрел делает. Неплохо. 3 реведжера забираем. В это время королев разрывает. Трансфюзов недостаточно. Гвардиан шил весь дэмэдж... Ну, не весь гигантское количество дэмэдж королев поглотил. И Вердос отбивается здесь, смотрите, от этого прессинга. Причем, как-то играющий он отбивается. Дестабилизаторы пару раз неплохо стреляли. Королев уничтожил. Блай пока не сдается. Ну, правильно, там база-то есть. 4 штуки. Я думаю, Вердос уже дожимать сейчас пойдет. Плюс 1 сейчас доделает. Илоны новые доделает. Роба. Есть 1, можно Фризму заказать. Плюс Феникс и предразведчик. Илоны новые доделают. Так, а чё Вердос теперь встал? Опять как хочет, как, я не знаю, с кем он там играл-то. Когда унижал просто, а потом стоял и проигрывал. Ну да, бегает здесь два отстроучи против вот такого. Много ли они способны сделать? Феникс, всё это идёт вперёд. Призма где-то сзади. Так, давайте контроллак поставим сейчас. Контролла оставлю. А, о, смотрите-ка, неужели Вердос начал Фениксов биндить в отдельный контролл? Правда, дестабилизаторы с этим всем вместе я бы, по принципу, биндил бы всё, Фениксы и дестабилизаторы, три контролла бы. Фаерболы от Влая. Дестабилизатор неплохой, залп, конечно, делает. Ну, Влая там оттрансфюзился, все Аниксы всё понимают. Много здесь и Морклус. На Фаерболы ещё попадает разочек Вердос. Ну, 130 на 86. И это 2-1 в пользу Вердос. У меня такое ощущение складывается. По потерям, совсем какая-то катастрофа, дяблая. Оверы на раздаче здесь отвезти хотя бы, куда-нибудь Влая чуть не отводят. ГГ, 2-1 Вердос, неожиданно. У Лена третья карта, четвёртая. Ну, если Блая у Лену отдаёт, то это печально для Блая будет, конечно. Но я думаю, что это плохо кончится. Карты-то зерговские такие идут. Блай тут Вердоса нет пока. А я напоминаю всем, что вы уже можете поддерживать меня и мой канал, естественно. Отключенными отлоками, премиумами и по реквизитам специальности, либо через плеер. Ну, завтра я собираюсь ехать в Москву. Но если я буду так же чувствовать, как сегодня, то вполне возможно отменится моя поездка. Я об этом вам всем сообщу, если что. Блай тут в Москве. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пилон, получается, нужно ставить, так как по-другому я не знаю, как действовать. А вот здесь пилон, здесь будет проход, а здесь еще здание. Ну, много типов стенки на этой карте делают люди. Это один из них. Третью угла ставят сейчас. Так, ну да, до готовности пул, потому что королевы не заказаны фактически. Продолжение следует... Так, прибегает Блолинга. Ну здесь адепт, он видит адепта и понимает, что особо ничего не сделать. Сам третий уже ставит, то есть переход макро абсолютно очевидно идет. Вирдос же готовится, собственно, надежно играет. Вирдос с адептом иллюзию заводит. На Ксилнагу. Кстати, от рампы прямо иллюзия до Ксилнаги долетает. Важный факт такой, да, как бы можно успеть открыть еще дальше. То есть фактически иллюзия стоя на своей рампе, ты разведаешь вот до сюда прям-таки. Ну и лейр ублая, пошел лейр достаточно ранний. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так, Мазеркор отгоняет королева Медблайчик. Лэйр почти готов, 10 дронов еще. Кстати, сперглиты получаются совсем у нас поздние. У Блай уже Гидроден может быть сейчас заказан. Ну что, кстати, это будет Гидроден или Спайр какой-нибудь Блай закажет? Вот в чем вопрос. Плёточек пару заказывает Блай. Так, на второй, на третий споркой зовут. Опа. Да, это шпиль, но под Стергейты как раз-таки вообще бредово получается, что Блай не видит Стергейты эти и может сейчас выйти в мут. А вот он сейчас все спалит. И будет вынужден, конечно же, Гидроден заказать. Еще Поверчаж бы выставил бы. Пораньше бы чуть-чуть. И тогда бы, конечно же, Стергейты бы Блай не спалил. Это был бы вообще фейл для него. Все равно шпиль спалит. А кроме шпиля ни Роуч Ворона, ни Гидродена, ничего нету. Так, пять дронов Вердоса старается сейчас адепт. Через королеву прямо трясутся там. Как-то еле-еле. Но Вердоса попадает, умудряется. Здесь Давар Пьюнчев 60-82 в пользу Вердоса по лимиту. Как у него получается это делать, я просто поражаюсь. Вот сколько шоу-матчей смотрю на средней стадии, на ранний Вердос всех зерков просто лимитом опережает. Ну, у Ниба тоже примерно так же получилось. Но потом какой-то начинается у Вердоса зачастую тем, что он начинает бегать вперед, не реализовывая свое преимущество просто никак. Так, а, Караптер пришел со спайром ладить. Спасибо, Сват. В ладить наглую крипту может просто кидать, честно. Вердос 2 убивает сразу. И один, и другой. Крип здесь не позволяет. Раз востоять нужно и здесь бы убить ему крип, да близковаться слишком к нему. Феникс сейчас 6 штук, будет 3-я Никсу. 105-4 по лимиту. Вардиан Вердос ругает, зачем ему гвард... Ну, на Фениксов он распространяется, но нужно ли вообще Фениксом под караптерами под этими летать? Вот в чем вопрос. Призма здесь прямо рядом, Вердос. Призму спаси Призму! Спасай ее! Вердос не спас Призму. Ну, зато караптеров на халяву разваливает всех практически. И выход идет дальше. 125-115. Гидрублайка, конечно, строит. Здесь 2 дестабилизатора есть. Нужно заряжать. Билли, заряжай. Вердос ничего никуда не заряжает. Вот сейчас только выпил. Сделал 3 гидралов, забрал здесь стабилизатором. Глай делает забегание. Вердоса много сталкеров. И Феникс живут. 102-115. Но Вердос отдался. Здесь провальная битва была с его стороны. Тут еще один из гидралисков заказано. Секундочку. Для варху еще зелков. Дестабилизатор построен. 129-130 по лимиту. Врыв лингов войдет. 3 оверчаржа Вердос выставляет. А лингов не принимает. Ну что за бред-то? Ну есть еще энергии. 50. Вот еще один оверчарж. Выстрелил. В это время контроль идет. Влая на оверчарже. Отдаст всех лингов сейчас нелепо. Вердосу можно зайти четвертую убить. Можно зайти вот сюда третью понапрягать. Но он что-то стоит на месте. Не понять чего. Оба без грейдов. Причем абсолютно, кстати. Так, залбись ты. Да. Ну вы сами все видели. Вроде пока достаточно четко. Но вот когда такие ошибки в ключевые моменты происходят. Меня это удручает. Сейчас выстрел могу забрать. Пол армия. Чуть ли не пол армия была. На халяву опять пришла левра. Овердосу фотонки. Потому что отсутствует эта вот такая типичная схема. Отсутствие фотонов. Левру ввердосу все-таки фениксами выбивает. Ну здесь что-то непонятное творится. Блинк отсутствует. Да, есть дестабилизаторы. Но как-то, не знаю, грейдами, блинком там каким-нибудь закреплять-то надо. Оп, хорошо, Овердос. Гидро отжимает сюда. Прошу прощения. Просто невероятный какой-то разгром здесь произошел. Блая отдает просто половину своей армии. На ровном месте. Вон тут такая жалкая кучка осталась. Не успел уйти назад. В итоге по боевому лимиту все очень печально для Блая. Ну как печально? Боевой лимит равный. А естественно заергоет невыгодно. Овердос плюс один закажет. А Блай тоже, кстати, не любитель грейдов. И четвертый у него не раскачан. Зато люры много достаточно таких. Овердос добавляет имморталов. У него три роботикса уже. Надо дестабилизаторов побольше строить. Газа много. Что-то зависело здесь. Пилоном себя почувствовало. Это призма уже. Пора было полететь, но четвердос ее не увел. Здесь линги на третью забегают. Азилок разбирается с ними. Сейчас плюс один бузилок. Еще будет лучше с ними разбираться. Так, ядра пытается уйти. Дестабилизатор патрон. Есть, между прочим. Овердос облетает все. Как-то криво в итоге получается. Здесь забегания с разных сторон идут. Люра пришла сюда. Люру пытается сплетануть Блай. Ну какой сплит Люры, к черту, когда здесь пениксы. Они прилетают, все поднимает. Вердос просто в мясо все разбирает. Два люркера еще уничтожены. Сзади гидра забегает от Блая на третью. Но это отдача гидры сейчас будет. Почему? Здесь есть юнитов много. Вердосов вся армия здесь. Блай заходит в ловушку, попадая сейчас. Ну вот он хотел как-то хотя бы отвлечь Вердос. В итоге попался сам. Пять пробок убьет. Но какая-то неравномерная, мягко говоря, размен здесь. Так, дестабилизатор убивает сейчас Блай. Гидрог все теряет. 159 на 133 в пользу Вердоса по лимиту. По потерям опять двукратное преимущество у Вердоса. И вторая атака уже делается у Блая по нулям. Ну в центре за то ли у Ра здесь. У Блая перекрывает все абсолютно. Чем третий Рома. Ну три приятнее, чем два. Ну вообще с таким количеством газа можно по три дестабилизатора строить. То есть как бы айк... Кааа побольше станет. Так, семь рабочих убивает. Десять рабочих убивает Вердосу Блай. Да Вердосу пофиг. И у него есть лимит боевой. И рабочий есть. Тебе кажется, про масштаб. Может я и приблизил, но сейчас он абсолютно нормальный, стандартный. Добавляются пси-штормовички. Становятся архонами сейчас. У Блая наконец-то первую атаку заказывает. Ну пора бы, уже 14 минута кончается. Здесь очередное забегание. Там флитбикон у Вердоса. Так, выходит в центр. Два криптумора за зал дестабилизатор. Три Рома у тебя есть. Одних и морковых Вердосу строит. И два флитбикона. Где второй-то? А вот на Мэйни второй. Не замечаю, что их два. Ну один обьют. Второй останется, как говорится. Чаржа у Вердоса нет. Не спешит реализовывать пока. Блаймас маслюру делает. Чтобы в центре Вердоса держать, если он вперед пойдет. Можно же не только через центр. Через центр сейчас атаковать. Здесь Люркера Вердоса не видит. И темписты у Вердоса пошли сейчас. Залпу Королевам попадает и по Люркеру. Зафокусил дестабилизатор. Вердосу не надо. Зачем ему лишний раз в контроле стрелять? Ну сейчас темпистов настроят. Будет по-медленному было отсюда выселять. Еще плюс два старгейта пошло. Здесь добыча идет вовсю. Фениксов уже можно подслить бы было. Мне кажется, Штурм добавляет. Забегание зелками идет. Ну здесь чарджа нету. Они сейчас с Люрой встретятся. Медленные зелки. И Люра как раз копается. Медленные зелки с адепками на ровном месте. Че Вердоса? А, сервера нет. Как он? Никак здесь ничего сделать не мог. Блай идет в этом направлении. Сейчас Люрой будет размениваться, пытаться. Ё-моё, сколько Люрой у Блай. Лай, Блэс Булл, Люры, 24 люркера, ребята. Вердос куда-то там ушел. Вообще что-то стоит, кухует на ровном месте. Здесь приходит Люра. Копается прямо под Вердоса. Вердос на этот наклике десбол Люры просто убирает часы Морклами. Моркл слишком много оказалось именно десболу. Они не знают таких слов. Потому что мощь переполняет, как вы знаете. И Вердос идет вперед. Но вот здесь уже позиция, конечно, для Вердоса так себе. Сюда ломиться ни в коем случае нельзя. Там слишком много люркеров. Пятую базу выбил. Здесь стоят несколько юнитов Блая. Принимают. Здесь, учитывая, что все доплое после Люры, конечно же... Так. Темпец куда-то вперед полезли. Развалятся, конечно, дилки с адептами. Штормовичков Вердос добавляет. Шторм будет. Здесь у нас забегание очередное. Вот раз потомки есть на той дальней базе Вердоса. Пошел вперед Вердос, что ли? Беганское свое преимущество. Что-то тянет. И в итоге все как-то печально. Кабай, бай, филюру. Ну, Гарбан – безумие. Абседер! Что-то миллиард ченнингов здесь бегают. Блайя вердос пятую ставит. Грелок их-то валяет. Плюс один. Он опять что ли воздух опять собрался сплититься? Свитчится, я чуть не понимаю. Муталиски есть. Муталиски есть. Прилетает мутка от Блайя. Майдеркор пытается подрезать. Вердос успевает. Заверчаш высветится, тебе говорят. Нужно вперед как-то идти. Что Вердос ждет, я не понимаю. Вот по этой части, по какой-нибудь части карты выйти. Ченжинги там все контролечат. Здесь что-то армии в молоко пошли. Муталиски на халяву все вообще разваливают. Блайя фокусит там все штурмовиков. Спокойно абсолютно. Здесь что-то части армии Вердоса ходит. Разбирает Блайевскую армию по частям. Можно идти вниз. Смотрите, Вердос ни четвертую не прикрывает. Ни вниз не идет. Короче, похоже на 2-2 здесь все. Опять на халяву влазь заходит. Ну, лимит боевой все еще есть у Вердоса. Муталисков развалил. Ченжинги у Блайевские сами по себе подохли. О, какое забегание для имморталов приятное идет. Избирается имморталис. Фениксов достаточно, чтобы мутку эту отогнать. Абсолютно очевидно. Причем они с рейнджом уже у Вердоса. Блай ломится. Теперь нужно принимать фениксами просто мутку всю эту наизичек. Вердоса опасается контр-мува от Блая. Блай до муа улетает. Вердоса наказывает все. Просто 3 мутальских вестом остаются. 2. Ничего не остается. 370-3185. Просто обоюдные сейчас ошибки идут с двух сторон. Просто гигантские. Вердоса по нему имморталов добавляет. 200 лимита делает. Здесь какая-то хата очередная. Блай нужно понизу послать кишечек. Их юнитов пусть они там уже идут и разбирают все наконец-таки. Здесь у нас караптер вылетает. Фениксы рядом висели, но никак не отреагировали на караптера. Ченджингов опять Блай подослал. Заслун их казачков своих. И Вердоса опять же их не видит. Блай выходит в центр. Люра, Линги, Гидрак. Пошел замес. Шторм на ровное место сейчас. Пошел шторм. По Люре. Вот эти штормы уже другое. Дело было по Люре, по Гидре, по всему попадает. Но Вердос как-то здесь огребает. Имморталы остаются без прикрытия. Без прикрытия, как вы знаете, Имморталы не так уж и сильны. Забегает с разных сторон. Все, от Блай 140 на 93. Досиделся Вердос. Блай с разных сторон забежал. Развел все-таки ГГ 2-2. Что у нас там? Пятая карта будет. Так. Храм во льдах. Пятая карта. Поехали. И потом Сумеречные башни. Мог Вердос реализовать, но не реализовал почему-то эту игру. Не знаю почему. Вот это типичная тема. Вердос сидит на месте и в итоге огребает. Пятая карта. бросить углажьте поехали, все готовы так, что случилось, точнее, не понял не ждем лая поехали лая так бой 7, 2, 2 игра точно не последняя но может быть предпоследняя при определенном стечении обстоятельств либо нам все игры потребуются а я смачистери поставлю ну ясно игра приостановлена 10 секунд в лайфросе ждем игра возобновлена задержка на глинах 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 super�óg лагерosse Oh boy Передропа от Блая идёт, здесь вообще решил не дропаться. Страннейший просто передроп под всю армию просто. Абсолютно ничего не сделал, ничего не убил вообще, 6 лингов потерял, ну и наверное, что Virtus потратил, Virtus на третий нексус выходит сейчас. Здесь Хобальд Бэйлинг Нест, Линга Гивера Бэйн, я так понимаю, Адептики идут вперёд. Адептов 9 штук от Virtus приходят и устраивают гигантские проблемы на Блая на третьей базе, аж Блай настолько испугался, что второй Бэйлинг Нест заказал сейчас. Так, Адепты на Рампе Рингов разгромили, просто сейчас не слабо на самом деле. Virtus заводит Адептов на мейн, 5 штук приходят, начинает разваливать дронов, уже 5 погибло, 77-63 и Улая Печаль тут полная в этой игре складывается, кстати. Virtus ещё контролил бы иллюзиями получше бы. Так вообще бы молодцом был, сейчас вообще телепортироваться, смотри, депортироваться. Мужик в кровати, не знаю, что там мужик в кровати. Мне не надо симптомы, чтобы у неё проходили, мне надо, чтобы болезнь прошла у неё, как бы. Потому что в поезде 12 часов никакого больному есть. Как бы там можно ещё сильнее заболеть, там и людей много при этом всё. Турниров мало проводить стали, слушай, не знаю. Турниров порядочно на самом деле сейчас игра. Два дрона Улая забытых стоят сейчас, приуныли немножко. Virtus мимо пролетал, даже не забрал их. 53-60 парабам, Virtus плюс 5 гейтов, дестабилизаторы там вот устроятся. То есть это будет выход с дестабилизаторами без блинка, без всего. Вот, с 10 гейтов, кстати. Гидроден, Улая. Уйдёт Virtus вперёд или нет? Да должен, наверное. Так, здесь бейлинги вырывались, Virtus за контролем убил. 126-93, Virtus приходит. Начинает камни пробивать. Чё снизу-то не захотел зайти, не знаю. Два дестабилизатора в миксе есть. Здесь гидробейлинги. Тяжело будет и СН-3 законтролить, и против гидробейна. Стрелять хорошо. Virtus заходит, пилд раз. Филды остальные пошли. Филды очень хорошие сейчас ставят Virtus. Хороший залп между газами. Там разорвало юнитов Блая. Ну это очевидно 3-2 в пользу Virtus. Тут ничего Блая не сделать вообще. Посмотрите потери. Это я буду. Так, сумеречные башни. Так, сумеречные башни. Дроны забытые, вердоз их не убивает Все честно Забытых дронов забыл вердоз Поехали, все готовы НСК Реальты поддержал ваш канал на сумму 500 рублей На здоровье Так Спасибо, НСК Реальты тебе большое Я испугался, думаю, кто это, черт побери, горит А я же голос поменял Ну ладно, потестим этот голос немножечко А там дальше как попрет Что-то мне Как-то не очень он мне Прикалывает Спасибо всем, ребят, за поддержку Не так много последнее время ее Но не так много и стримов Ну посмотрим еще, что завтра с Москвой будет Я очень хочу поехать, но Если так, как и вечером Сейчас будет все чувствовать То это будет печаль полная Так, сейчас начнем Водичкой прокапываю нос Сейчас солененькой Ну что, 3-2 вердос На грани матчпоинт, короче, вердоса Лайвлочи тут хаткой вердосу Нексус Можно Нексус снизу поставить Либо с одной базы начать играть Так, вердоса с одной предпочитательной начать Еще не понимаю Что он делает, не пойму Здесь что-то пробка ныкается Может пушнуть как-нибудь Думает вердоса Ну уезжает вот слишком далеко Прокси Таргейт будет, я так понимаю Сейчас у него заказан Даже уверчажем тяжело На самом деле Выбить Будет эту хату Ну да, но в этом патче Недавнем смайлике Или в СК-2 На выходных будет балансный патч Насколько я понимаю Много дэмэджа уверчаж Нанес Но недостаточно для того Чтобы за один уверчаж Нексус убить Старгейт у вердоса Гейт Старгейт Четыре гейта Старгейт будет что ли Блай проверяет Все, прокси Но там где надо Недопроверят в итоге И нету Пошел от вердоса Блай, да, делается мув Сейчас Все-таки по итогу губла Ничего не находит Асу Действие на 3 овер Ну что у нас Будет Старгейт Работает Точку с гортку Менять можно сейчас Дистанс майнинг От вердоса Пошел Многие игроки любят К-16 Рабочих на базе Скапливается Дистанс майнингом Заниматься Не знаю Насколько это Обравно По-моему Они отсюда Быстрее будут Собирать Потому что 16 Это не предел Просто переводить Вовремя Потом надо Так Здесь линк прибегает Оракулы Палят Все-таки Блайн нашел В итоге Прокси И всех линков Туда повел Ну и те спорки Оракул в итоге Не окупился Особо Здесь у вердоса Вот Для третий некс Прямо Сейчас он Ставить Или нет Это вопрос Конечно Лайк Все сгрызает Здоровья Так себе Я уже об этом говорил При этом секрете Что-то адепты Идут Даже не через атаку Линги мимо Проскакивают Сейчас Да вообще Адепт 22 Линга убивают Гидрей Сейчас Рейнш мук Делается И в том Вообще Лингов нет Заходит Виртус Криптума Разбревает Отступает Минучка назад Посылает Еще раз Иллюзии Адептов Вперед Здесь очень Много Лингов Даже на рамку Виртус Решил Не врываться Видит Какое количество Лингов Здесь стоит Ну вот Адептов В чистом поле Без королев Лингами убивать Это плохая идея Сейчас уже От Блая была Он очень много Лингов Натерял И что И ничего не убил В итоге Самое интересное И еще Лингов Потерял Много Зачем Просто Потерей Побольше Пока Но тем не менее Как бы Это ненужные Потери для Блая Есть Гидрас Мум Оранжевая Атака Делается Кажется Блайп Прессинговать Виртус Собирается Овердус Вайлайта До сих пор Нет Это очень Печально Для него На самом деле Потому что Адепты Очень сильно Были бы Помогли Со скоростью Атаки Действительно Леркер Дену Бланет Не будет Прессинга Будет Слюрой Прессинг К перспективе Возможно Так Здесь Оракул Пролетает Ревелейшн Ивердус Можно Рабочих Поподрезать Было Было Одно Рубу Овердус Начинаю Ну на Майне Феникса Копятся Юниты Есть Экономика Вообще Одинаковая Сблайм Сейчас Блин Два Сблайм 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 Генеральная Генеральная Линия Вообще Нет Кердус Пролетает Начинает Разваливать Оверов Дронов Сблайм 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 Насколько Мортлайм Походят Дестабилизаторы Поднимает Фениксов Фениксами Пару штучек Гидру Разобрал Вроде как Беллинги Заходят Беллингов По себе Стреляет Зачем По себе Это бить Ну все таки Снял Посмотрите Здесь Осаду Вердос Но Где Обсервер Непонятно Обсервер Сзади Вот там Люра Еще есть Люру Надо сблевать Сблайм Гигантский Прирост Сюда Идет Нужно Отступать На Хайграунд Вердос Он идет Вниз Это Минус Вердос Уже Точно Я в этом Уверен Потому Дестабилизаторов Нет 160 На 109 По Лимиту Гидромиллиард Ну да Здесь Уже Наверняка Добавил Добьется Ну все Дожимает Лайк Надо Последняя Карта Напряженный Матч Получился Такой Очень Даже Последняя У нас Что за Карта Кархал Ну что Железня На Кархале Продолжение следует Продолжение следует Так Все Я здесь Ребят Ждем Блая Ждем Вердоса Доец Сказал Продолжение следует О mesh Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Переименуем Не ждем, а смотрим Субтитры сделал DimaTorzok На третью блохатку ставят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Голосовалка давным-давно есть, поэтому голосовать можете Давай третью ставят Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, вердос такой билд, что вот этот муфовером, ну, залетит Блай, а там всё обычно Три гейта, собственно, робот Зато Блай поймёт, что делать Заказывать рабочих, как бы агрессивней, чем спайры выходить или ещё что-то Робота, в принципе, он и так уже видит Поэтому этот мук не особо-то и нужен был, если честно Если при счёте 4-4 будет ничья, то деньги уходят в преденон То бишь мне я меньше звоню, он просто берёт Мы пополам запиливаем девятку просто и всё И заканчиваю карьеру Старкрафта Прилетает призма отвернуться Ну что, Блай эволюшный лейер готов Здесь у нас робо-бэй Адепты сталкера выходят на трещу Блай начинает Крип разливать, но поздно Он сразу же исчезнет фактически У меня тут пробочку уходит Кстати, камни не разбивал, как и Блай Блай продемиджил, но не убил Гидроденус Блай, а Хоготь заказано Здесь он суверсируется, но Несмотря на то, что он с мумом Его быстренько фейник сейчас затопчет здесь Третий никс что-то вердос ещё не добавляет Как ни странно, плюс 2 гейта пошло Итог в итоге 6 штук, робо-работ, дестабилизаторы Какой-то выход будет Гидродос судя по всему Но-то прийти Я буду делать Ну кричит Ну вон Развний Итог Су-то Сх-то Су-то О-о-о-о-о-о! Это С-п-су-то С disse Так, Вердус делает, кстати, выход на мейн. Интересно, сейчас Глая. А где второй дестабилизатор? Медленно едет мимо самец-медведня. Самец-медведня может и даже дестабилизатор толкнуть. Так что будьте аккуратны. Заходит Вердус на вы. 119, 136. Позиция у Глая очень хорошая. Ни во что патрон не попал. Глай заблочил его. Просто гидры, ну, очень много. Но в проход бы отлезть нельзя. Тут филды. Здесь много юнитов очень. Ну, тут Блай отбился с королевами в легкую, на самом деле. Контр забегает лингами, потому что четвертая база здесь заказывается. А линги камня около третьей Вердусу будут грызть сейчас. Опять же, в один крипту, может, и стабилизатор попадает. Это не те удары, которые нужны Бротсу для победы. Так, еще пилды пошли. Но Вердусу все еще прессуют с этого направления. И пока сам особо много не теряя это делает. Вот второй дестабилизатор пришел. Адептов еще под варпик здесь. Адепты, правда, без грейда скорости атаки. Вот если бы у них был бы грейд, можно было бы с уверенностью сказать, что они очень неплохо здесь вырываются. Ну, скорости атаки нет, дестабилизатор это что у нас? Будут стрелять куда-нибудь? В гидру залп пошел. Нормально сбривает сейчас гидродестабилизатор. Первым залпом второй дестабилизатор поменьше. Там два или три гидролизка погибло всего лишь. Ну и дестабилизаторы падают. Но Вердус вполне успешно здесь право. Хотя, нет, посмотрите, адепты падают. Гвардия, она не была очень долгое время. В итоге гидролизков особо некому убивать. И нужно немножко назад отступить к Вердусу. Тем не менее, рабочих бла сливаешь. Так, залп на ход ноги бла пошел в молоко. Ничего не убивает. Хорошие сплиты бла демонстрируют. Дестабилизаторов отводят. Адепты принимают бла. Вот почему Вердус делает такие пуши на такой стадии просто невероятной уже, как бы минуте, я не знаю, когда можно твой лайт спокойно поставить, делает все эти пуши без ключевой грейдов на юнитах своих. Контр-дроп от бла идет, посмотрите, на мейн дропнул. На вторую забегал, на третью дропнул. Вердус вообще не реагирует. ГГ. 4-3 бла и нужна новая карта. Судя по всему, я не знаю, как Вердус. Хотя нет ранок раннего Вердуса, еще шансы. Есть 38 пробок, если выжило. Еще дестабилизаторы есть. Еще и как-то кривовато тут. Хотя не, не кривовато. Нормально стрельнул более-менее. Но еще один выстрел может быть еще жестче сейчас. Но он идет в молоко. Блай вернулся. ГГ. Пишет вернулся. Нужны новые карты нам. Судя по всему, я не знаю, как Вердус. Вердус говорит, хату не видел на натурале. Не знаю, какую-нибудь там хату не видел, если честно. Не знаю, как Вердус. Нет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, Храм Вальдах, Эрдос, говорит, будет Поехали 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 Так, бо 9 надо выставить 4-3 Блай ведет Удачная для Вердоса эта карта сложилась Пусть Блай решил, что нужно что-то предпринимать Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, Вердос без разведки играет сейчас И кажется, может это дорого ему стоить, если честно, ребят Потому что у Блая продуманные такие темы обычно Это Блай а-ля Блай револьвер Три плетки Вместе они хотели Солару продать эту стратегию Я охренел, как это, когда Услышал вообще, может такое быть Ну что, вот, что-то отказался Так, третья плетка нужна сейчас Третья пошла Королева заказана Вердоса строится сталкер Блай видит сейчас Здесь линги забегают прямо Сталкера окружать Смотрите-ка За сталкером линги Здесь плетки сейчас будут готовы Нужно криптумеры дальше переставлять Блай убивает сейчас Пилон вердос Вердчаш он выставить не успевает Просто-напросто И сейчас может быть Сталкер зажат Он оказывается зажат Но вердчаш работает Замечательно Здесь Блай решил догрызть Все-таки сталкера Но потерял много он реально Лингов на этих действиях своих Но по данному Билду лингов достаточно будет Перекапывается плетка Раз-два Три А почему криптумур-то Вперед не идет Как же долго Блай Криптумур Кстати, вот я так заметил В игре То есть кооптером сидел Ой, вердос не ставят На холл сталкера Ошибка Или же здесь проход Очень широкий был ГГ 3-5 Блай Но страта-то работает Может быть Соллар сделал Ошибку Не сделав такое Не приобрел Такой актив Я бы сказал Не знаю История покажет Если Соллар Не будет тащить ГСЛ То походу Да Так Ребят Я болею Поэтому Буду делать Стоп Стоп Сейчас Так что За внимание Всем спасибо По обстоятельствам Буду Смотрю Ехать Мне не ехать Вы об этом узнаете Так что Всем спасибо За внимание А запись Данного матча Будет естественно Выложено на ютубе Поэтому Приходите Ой Приходите Смотрите В группе вконтакте Выложу Везде выложу Всем спасибо За внимание Завтра Навряд ли Стрим будет Если там Что-то не будет Конечно Интересного Именно с утреца Как бы Потом Я уже занят буду Так что Всем до встречи